Какой, на твой взгляд, была сегодня игра? В чем оказалась сильная сторона химика? Что помогло выиграть команды сегодня? Как вы можете рассказать о игре? Вы думаете, что это сильное, что сегодня помогло химика? Первое, я хочу поблагодарить Киев. Они играли очень хорошо против нас. Для нас это было очень тяжело. У нас было очень тяжело. У нас было очень тяжело. Мы обрали Киев на 3-поинтерах. И в первую половину мы делали каждый шот. Но в вторую половину мы играли много агрессивной защиты. И я думаю, что мы получили это победу. Сначала я хочу поздоровить команду Киева с хорошей игрой. Можно сказать, что это была достаточно тяжелая игра. Потому что в первой половине Киева мы очень легко играли и позволили Киеву закинуть очень много трех участковых китков. Но в второй половине мы взяли себя в руки. Мы начали агрессивные действия использовать в защиту. Что привело к победе нашей команды? Я ожидал очень тяжелый игра сегодня. И, впрочем, это было верно. Я немного боялся этого игра. Потому что я вернулся, что Киев очень талантливый, очень агрессивный, молодой команде с большей энергии. Они доказали, что если вы не принимаете их серьезно, то они могут победить кого-то. Только два дня назад они проиграли Одессу. Я предупреждала, что эта игра будет достаточно тяжелая. Как вы знаете, я считаю, что Киев очень талантливый и молодой командой. Если их не принимать серьезно, то можно получить победу. Как это произошло с баскетбольным кругом Одесса? В первой половине, когда мы получили победу, мы стали расслаблены. Мы думали, что работа была сделана. Но они просто продолжали идти. И, особенно, я не знаю, в какой минуте, в вторую половину, они шут три-поинтера четыре-поинтера. Потому что мы не были фокусированы. Мы делали какие-то ступидные ошибки. У нас нет дисциплины. У нас нет дисциплины. И они получили преимущества после этого. Это был очень тяжелый. Потому что я считаю, что если мы играли так же, как мы сделали в вторую половину, то это будет гораздо легче для нас. Но, по крайней мере, я надеюсь, что мы узнаем что-то из этого матча. В первую половину, можно сказать, что каждый раз, когда у нас была какая-то преимущества, Киев намагался все-таки сделать так, чтобы приблизиться до нашего рахунка. У них это получилось как в трехочковых катках, так и в всех, майже, атаках. Мы сделали в первой половине очень много ошибок. Может, это была немного дисциплина команды. Очень тяжелая игра, как я и говорил. Ну, другая половина была и набагато дисциплина. Какой командующий мы выбрали. Во второй четверти вышел Бизотса и за первую половину стал самым результативным игроком. Тем не менее, после первой половины и в течение тайм-аутов вы на него очень сильно кричали. Складывается впечатление, что ваше отношение к нему предзято. Я не понимаю нервис. В первой половине Бизотса начали играть, и он играл очень хорошо в целом игре, но вы все равно играли на него. Как вы объяснили, почему вы все равно играли? Проблема была дисциплина. Мы были договоры, что мы будем делать в определенные моменты. И три раза в рау, он не сделал это. И три раза в рау, они сделали три-поинтера. Я считаю, что эта команда я исполнил, если я исполнил кого-то, но я не хочу нарушить кого-то. Это я могу объяснить, почему, потому что было с его стороны очень много помилок в защите. Например, я могу сказать, что три раза в рау, он дав в ракцию закинуть три ручки. Я могу сказать, почему я кричу больше на него, потому что он говорит мою мову, и мне легче с ним спілкуваться, то есть легче выносить на него какой-то стресс или негатив. Я не думаю, если я когда-то увидел, или вы подумали, что как-то взяли к нему, то это никакого не имеет отношения с самого гравца. Я думаю, что он знает, почему я реагировал его. Я думаю, что он знает, и я понимаю, почему я на него кричу. Как вы оцените сегодняшний гравстас Завадский? Мы хотели уменьшить или получить увлажнение inside the paint в начале игры. Это был причем почему мы начали с большими парнями, Баучич и Завадский. И в тех моментах он был полностью и он был полностью confused. Они не устанавливали вместе. Это был мой ошибок. В первой половине Эдин и Эдин играли, я думаю, лучше. В втором половине он делал очень хорошие работы, особенно на защиту. Но на офице он просто не не успокоен и не успокоен. Но я всегда judge моих игроков как они играют на защиту. И я верю, что он сделает хорошую работу на защиту. Мы хотели в первой половине показать больше на поле. И поэтому мы начали искать больших игроков, как вы знаете, в самом начале игры как Стас Завадский и Эдин Бакчич. я экспериментировал сегодня может для них было непривычно играть так. Но хочу сказать, что в первой половине я считаю, что Эдин Бакчич показал хорошую игру. Стас Завадский открылся в второй половине он провел хороший защиту. Он был россиян. но я считаю, что каждый игроков показывает защиту. Если игроков показывает защиту, это хороший показатель. Поэтому я считаю, что Стас Завадский сегодня играл. По какой причине сегодня не играл Калинченко? Вчера 5 минут до конца он ударил на ногу ничего серьезного, но было очень больно, поэтому он не мог играть. Вчера за 5 минут до тренирования он ударился коленом и, на жаль, ничего серьезного, поэтому он сегодня не присутствует но надеюсь, он не будет играть. Первые три четверти где-то мы боролись, а в конце где-то сказалась усталость. Вторая игра за 3 дня, поэтому где-то не хватило всего в конце. По статистике вроде бы все одинаково, поэтому процент хуже, поэтому усталость наверное всего в конце. Нет, я не думаю, что ребята устали, но в таком возрасте игроки могут сыграть не одну игру. Здесь не усталость. Может быть усталость принятие их решения, когда уже устала голова и ноги не работают, но голова не работает. Есть такое высказывание, что команда играет так, как ей позволяет соперник. Сегодня мы позволили Южному сделать больше атак за счет чего? За счет быстрых прорывов, за счет легких мячей, которые забили, они оторвались, перехватили инициативу, и дальше уже держали эту дистанцию. мы проиграли за счет легких мячей. Я считаю так, что ошибка и тут же идет быстрый прорыв, легкие мячи. Вторым темпом нам добивают, они выиграли на щит, на нашем щите, что мы себе во многом не позволяли. И каждая игра для нас, борьба на щитах, это очень важна, и жизненно важна, потому что молодые игроки и может быть нехватка роста, но за счет самоотдачи там, под кольцом, мы добиваемся достаточно многого. Но тут нас взяли, может быть, нашим оружием, но, опять же, повторю, что это ошибка техническая. Если первым темпом мы справлялись и боролись на кольце, то вторым темпом нам добивали просто игрок шел и снимал с головы, это непозволительно. Абсолютно непозволительно. И над этим надо разбираться, надо работать. И я считаю, что вот эти два компонента быстрые, быстрые и легкие мячи и свой щит мы проиграли. И вот такой результат. Вопрос прошел. Кто, на ваш взгляд, сегодня доставил вашей команде больше всего приятности? Болельщики. Болельщики больше гнали команду. Мое мнение такое, что болельщики молодцы. Они до последнего верили в победу. и грех не играть так, на выигрыш. Нужно развязываться руки, дополнительные силы происходят. Не играл Кольниченко, я думаю, что он бы тоже добавил в этой игре. Но нужно команде Южного поблагодарить своих болельщиков, скорее всего. Вы единственная команда в суперлиге, как и в футболе оболонь, которая обходится без иностранцев. Спасибо вам за хороший пример, что можно играть и обыгрывать в Одессе. И делать ставку на молодых местных игроков. Это хороший пример. К сожалению, пока еще на последнем месте. На последнем матче показываешь, на правильном пути. Спасибо за то, что на месте игроков. Да, большое спасибо за это высказание. Опять же, знаете, как не было счастья, да несчастье помогло. Но это не отговорка. Поймите, что ребятам нужно еще много работать, чтобы выигрывать. Я не могу сказать, что это наше место последнее. Хотя нас изначально в аутсайдеры записали, и может быть и правильно, по составу, по тому, как каждый игрок в прошлом сезоне играл, где он показывал, какие результаты. Потому что из этого состава, который на сегодняшний день получается так, что Салтовец, Коваленко, Подолян, которые, ну, и Липова, отчасти, те, кто попробовали этот порох, этот вкус Суперлиги. Ну, здесь много можно об этом говорить, но ребята прогрессируют, это самое главное. И, конечно, обидно проигрывать, обидно находиться на турнирной таблице, на дне ее. Здесь очень, знаете, психологически давят. Не важно, молодой, или ты только украинец играешь против сильных игроков. Никто не смотрит, да, может быть, не посмотрит потом, что это была чисто украинская команда. Никто не скажет. Так что, мы боремся за каждую, за каждую мать, за каждую победу. И, где-то не получается, где-то получается, но я знаю, что мы идем правильным путем. И, ребята растут, и, вам делать вывод со стороны, как, как они прогрессируют, или идет регресс. Но, то, что, от них очень много требуется, и будет требоваться, и, планку выставляется очень высокая. И, за, позавчерашнюю, за прошедшую игру с Одессой, помимо, там, лестных слов, то, что я им сказал, они еще и получили за, за, некоторые моменты. Потому что, без критики, то, что мы получаем от болельщиков, от специалистов, от тренеров, ну, не будет прогресса. То есть, нужно критику воспринимать правильно. Если это критика, так, лишь бы только укусить, она, конечно, не очень приятна. И они тоже читают эти высказывания, некоторые резюме их, их игры. Где-то они правы, где-то не правы. Вот по этим высказываниям. то, что они идут вперед, и, мы стараемся играть тот баскетбол, который, на данный момент считает, ну, я считаю так, что, что он должен подвести их. Если они будут играть на высоком уровне, что им это понадобится. очень хочется этого. И они стараются, это самое главное. Я требую от них, чтобы они выставляли сами себе цели. И к этим целям шли, как отдельные игроки, и к команде. Опять же, вот это наше положение, что мы последняя турнирная таблица. Плохо, конечно, плохо. И для наших спонсоров, и для наших болельщиков. здесь, ну, ничего сказать нельзя. Но, опять же, никто, я думаю, что никто не будет нас корить, например, за качество. Были игры, которые действительно провальные, о которых нужно по рукам надавать очень сильно. Но, в общем, я вижу, что ребята идут вверх. Следующий вопрос. Еще один вопрос. Вашу команду пополнил Владислав Подолян. Вот, во всяком случае, так как он использовался в Одессе, в основном, это он, как бы, делал трех очковые броски. Здесь же я видел, что, ну, как бы, намного более широко. И, вот, как можете вообще характеризовать его игру? Насколько он успешно делался? Ну, во-первых, я не требую от игроков быть узконаправленными. Да? Они должны быть, ну, стараться быть универсалами. Каждый должен уметь играть на любой позиции. И то, что у Владислава есть хорошее бросок, хорошая рука. Это действительно так. Но я требую нечто больше от него. И так, как от каждого игрока. Но есть маленькое оно. Он год не играл. То есть, после травмы он залечивался. То есть, мы прошли курс реабилитации. Вот у нас в Одессе он проходил. Здесь еще, добавляю, чтобы те кондиции, которые у него были, оптимальны. Он еще не в них. И поэтому показывает то, от чего мы хотим. Тренерский состав. Ну, терпение есть. Я думаю, что он еще покажет. Потому что местами он играет так, как надо. Но где-то не хватает. Очень тяжело, год не играя, поймать ту волну, которая позволяет играть, выйти на тот уровень, который нужно. то, что он, как он думает, как команда играет. Тяжело, может быть, в лице, где молодежь играет такой быстрый баскетбол. Нужно еще к этому привыкнуть. Но он старается и к нему тоже есть те требования, те претензии, которые нужны. Так что оценивать его еще рано. надеемся, что он будет еще прогрессировать. Потому что для прогрессов возраст я думаю, что нету никакого. Вот потолок и все. Да, если будет уже потолок, через который не переступить, будет выполнять то, что нужно, он будет в команде. Он другой, если он остановился и делает регресс, я думаю, что это никакой пользы не будет. Тем более, в молодой команде, опять же. Поймите, все относительно. Молодая команда, раньше, если так чуть отступлю, наверное, молодая команда, это в этом возрасте, раньше в Советском Союзе уже было, если ты не показал результат, то ты уже не будешь играть на высоком уровне. Так что я не считаю, что у нас возраст такой молодой. Он такой интересный, прогрессивный. Относительно с другими командами, да, молодые. Но я думаю, что в этом возрасте нужно показывать уже тот баскетбол, который нужно показывать. в этом возрасте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!